С распростертыми объятиями. В Бобруйске на первые рабочие места прибыли более 600 молодых специалистов. Город меня принял просто великолепно. Где трудятся юноши и девушки. Прокатился с ветерком. Климовичек 18-летний парень угнал и разбил авто. Обнаружены и изъяты различные следы. Какие последствия грозят угонщику. В экипировке и боевых условиях школьники приняли участие в акции «Молодежь за безопасность». Для того, чтобы их заинтересовать, им нужно как можно больше показывать. Чем запомнился этот день. А также на страже здоровья и успеть в срок. Министерство по налогам и сборам напоминает об уплате единого имущественного платежа. Когда последний день? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Соблюсти дедлайн. Срок уплаты единого имущественного платежа подходит к концу. Крайняя дата – 15 ноября. Внести средства можно через интернет-банкинг, в том числе в личном кабинете, через инфокиоск, в любом отделении банка или на почте. Особое внимание стоит уделить оплате через ЕРИП. При правильно выбранном пути и введенной информации сумма высвечивается автоматически. В этом году, напомним, налог на недвижимость, транспортный и земельный объединили в единый имущественный платеж. Исчисленное предъявлено гражданам 7,5 миллионов рублей имущественных платежей и 700 тысяч рублей арендной платы за пользование земельными участками. Если говорить в разрезе платежей по плательщикам, 77 тысяч 800 граждан обязаны уплатить единый имущественный платеж и полторы тысячи граждан обязаны уплатить арендную плату. К слову, в новом году возможны изменения в налоговый кодекс. Проект документа с предложениями должен рассмотреть парламент и подписать президент. Так содержать авто и собак станет дороже. Появится налог на криптовалюту, вырастет сбор за сдачу квартиры в аренду. В 2025-м планируют повысить лимит суммы, которую можно получить в подарок и которая не облагается пошлиной – до 11,5 тысяч рублей. Неисправимый уголовник. В Климовичек бесправник угнал чужое авто и влетел на нем в миллиардативный канал. В конце сентября с заявлением об угоне в милицию обратилась 46-летняя Климчанка. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В считанные часы эксперты нашли машину и восстановили ход событий. Ночью 18-летний юноша, будучи пьяным, решил прокатиться на припаркованном Део Матис. Парень обнаружил авто открытым и нашел запасной ключ зажигания. Будучи бесправным вождением, он сумел проехать более километра по полю, после чего не справился с управлением и вылетел в миллиардативные сооружения. В ходе осмотров мест происшествия и автомобиля специалистам Государственного комитета судебных экспертиз обнаружены и изъяты различные следы. При проверке под актоучету следов рук, изъятых на стекле крышки багажника, установлено, что один из них совпадает с отпечатками руки задержанного. Также установлено, ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и из последнего заключения вернулся несколько месяцев назад. Теперь в его отношении вновь возбуждено дело, назначен ряд судебных экспертиз. Добро пожаловать! На первые рабочие места в Бобруйск прибыли свыше 600 амбициозных юношей и девушек. Пополнение 2024 – самое большое за последние годы. Были закрыты практически 100% кадровой потребности. О впечатлениях и смелых мечтах далее. Готовь, Саня, летом. Вчерашний студент Роман Костюков о первом рабочем месте позаботился заранее. С охапкой университетских знаний и амбиций парень приехал в Бобруйске еще на преддипломную практику. Спустя месяцы в трудовой заветное информационное агентство. Город меня принял просто великолепно. Знакомство с людьми, с коллективом, с жизнью в принципе города. Недавно приобретение статуса молодого специалиста. Вот помогли мне тем, что я получил арендное жилье и сейчас проживаю практически в новенькой квартире. Обустраиваюсь и верю, что и в будущем я точно так же, как сейчас, буду связывать свою рабочую и вообще личную жизнь именно с городом Бобруйск. Весомый багаж, потенциал, любовь к выбранному делу, желание развиваться в сфере журналистики моментально покорили руководство топового информационного агентства. Здесь молодых специалистов встречают с распростертыми объятиями. У нас в агентстве существует практика, мы молодых специалистов, которых приглашаем к нам работать. Изначально присматриваемся, то есть они приходят к нам на преддипломную практику. И уже делаем выводы из тех материалов, с которыми они работали. И вот Роман как раз-таки был тем счастливчиком, которого мы пригласили к себе работать. Но при этом Роман, безусловно, проявил интерес к нашей организации. Он сам желал работать у нас. Он, естественно, нас это подкупило. И мы его пригласили. Вот уже три месяца официально у нас трудится. Ну, естественно, никакой молодой специалист не приходит с опытом работы. Даже несмотря на то, что он у нас немножко поработал до этого. Естественно, приходилось начинать с нуля, рассказывать какие-то определенные нюансы работы, профессии. Не все складывается всегда просто и легко. Есть трудности, они возникают. Это нормально с молодыми специалистами. Вопрос в том, чтобы у наставников было терпение, силы и желание работать с молодыми специалистами. Радушный прием и на славянке. Здесь ряды повелительниц ниток и иголок пополняют три десятка рукодельниц. Большинство пришли на первое рабочее место после обучения в Бобруйском технологическом колледже. Качественно применять полученные знания в кропотливом труде помогают старшие коллеги. За каждым молодым специалистом закреплен наставник. Девочки способные, стараются. Все получается. А где не получается, значит, помогаем. Каждый год приходят молодые специалисты. Мы их очень хорошо встречаем. Стараемся, чтобы им было комфортно. Организуем различные праздники. Они участвуют. Амплуа творчества. Для Анны Филипченко работа на швейной фабрике – повод для гордости. Стежка за стежкой девушка прокладывает прямой маршрут к профессиональному росту. Выбрала эту профессию, потому что она мне показалась толковой для жизни. Ну и я люблю творчество. На работе адаптировалась. Все получается. Справляюсь. Наставники, коллеги все отзывчивые. Все помогают. С огоньком в глазах. Истинное призвание в городе на Березине находит и Максим Баранов. В Бобруйском гороэотделе по чрезвычайным ситуациям молодой специалист успешно расследует дела по пожарам для установки источника возгорания. Причины возникновения стихийного бедствия. Бобруйск выбрал, потому что я сам из Бобруйска. Практику проходил в этом городе. В связи с этим я уже знал личный состав отдела, с которым мне предстоит работать. Ну и, собственно, захотел продолжать службу здесь. Личный состав Бобруйского Гручейс очень хорошо меня принял на первом рабочем месте. Ощущается неимоверная поддержка. Помогают, объясняют для того, чтобы запал не угас, а только разгорался. И хотелось дальше заниматься данной деятельностью. Профессионалами не рождаются. Они вырастают из молодых специалистов. А в тандеме с крутыми привилегиями и скрупулезным наставничеством маршрут к вершинам мастерства обходит стороной все преграды. И слово «отработка» действительно начинает играть другими красками. Юлия Вернер, Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Борьба с вирусом. В Бобруйске продолжается вакцинация против гриппа. Иммунизация показана как детям, так и взрослым. На своем примере важность и пользу прививок демонстрируют медики. В рамках акции «Начнем с себя» укол здоровья сделали администрация БЦБ во главе с исполняющей обязанности главврача Ольгой Кузнецовой и заместителем по амбулаторной поликлинической работе Мариной Горбачевской. Перед прививкой обязательный осмотр. Это единственный надежный, эффективный, простой и доступный метод, который позволяет человеку сформировать после прививки индивидуальную защиту и не заболеть. И даже если человек после прививки заболевает, то он избегает тяжелых осложнений. В поликлинике можно бесплатно привиться трехкомпонентной вакциной российского производства Гриппол+. В первую очередь вакцинации подлежат беременные женщины, лица старше 65 и страдающие хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, легочными, эндокринными. Особенно важно сделать прививку тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей – работникам торговли и общественного питания, коммунальной сферы и других. В стране планируется привить более двух миллионов граждан. Я в пожарные пойду. В рамках республиканской акции «Молодежь за безопасность» в Бобруйском ГРОЧС школьники на один день примерили профессию спасателя. Экипировка, инструменты, боевые машины. У учащихся 28-й школы появилась прекрасная возможность пройти одно из самых сложных испытаний борцов с огнем. Надеть на себя 16-килограммовый газовый баллон, маску и пройти через все препятствия дымокамеры. Такие акции позволяют сориентировать подростков с дальнейшим выбором профессии. Нам важно, чтобы ребята в будущем, конечно, связали свою жизнь с работой спасателя. Поэтому для того, чтобы их заинтересовать, им нужно как можно больше показывать, как же выглядит работа спасателей, как выглядит боевая форма, реквизит, антураж. Ну и все остальное, вся остальная жизнь спасателя для того, чтобы их заинтересовать и в ближайшее время ждать у себя в рядах спасателей Бобрущины. Мне понравилось. Было, конечно, ничего не видно, потому что маски были запотевшие, а так все круто. Мы ходили с баллонами в задавленную комнату. Было страшно. Но теперь понимаешь, какая работа у пожарников. Мне очень нравится спасать людей. И вот хочу делать мир лучше. Помимо этого, 14 октября свой день рождения отметила Белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных. Это движение, которое объединяет более 60 тысяч ребят. Сразу после нас сирена. Мой коллега Роман Костюков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!